всем привет друзья мои в условиях апокалипсиса нельзя расслабляться ни на минуту потому что даже самый обычный дождь может принести вам хороший урожай или же катастрофу нового масштаба в моем 125 штате началось новое событие восстание и и это и оно пришло к нам в игровой мир стоит of survival вместе с ливнем который длился два дня подряд а когда он закончился из-под земли вырос огромный яркий гриб и это как и первый сезон мига будет длиться три месяца он также состоит из трех этапов которые в свою очередь продлятся по четыре недели первый этап пророчество святого гнева далее будущее человечество и надежда на искупление сможем ли мы спасти свои поселения от новой опасности узнаем через несколько месяцев строениях нам доступно новое здание центр и если вы не можете его построить значит вашем поселении нет свободного места очистите территорию и попробуйте вновь внутри это здание мало чем отличается от уже привычного для нас центра мига здесь мы также видим календарь событий задание недели рейтинг и станцию которую мы с вами будем улучшать но появилась новая кнопка информация штата которая показывает суммарный рейтинг игроков по каждому штату в календаре отмечены знакомые нам события и новинкой является только азуритовая шахта и тот факт что рейд на резервуар теперь не учитывается в центре it на реальных серверах был первый опыт сражения на азуритовой шахте больше про этот бой вы можете узнать из моих стримов ссылки я оставлю в описании главным отличием восстания it и миго являются новые эффекты которые мы будем открывать улучшая станцию станция it это комната в которой игроки могут работать над улучшением своих способностей для этого нам потребуются новые элементы если в миго мы с вами собирали шурупы гаечные ключи и дрели то для it нам потребуется 4 компонента морковный сок бактериостатическое удобрение удобрение из костной муки и удобрение из мочевины необходимые элементы для прокачки станции мы сможем получить выполняя раскопки в понедельник среду и воскресенье а также достигает целей по заданиям станции it нет комнат вместо них есть четыре этажа которые мы будем открывать постепенно прокачав станцию полностью мы получим бонусы к сбору ресурсов статистики отрядов капитолия показателям войск в сражении азуритовая шахта улучшения для подземелья и другие максимальное значение бонусов вы видите в таблице на ваших экранах да друзья таран нам придется открывать вновь и на максимальной прокачки он позволит нам снизить прочность стены вражеского поселения на 16 тысяч то есть теперь чтобы выселить игрока с серой зоны нам потребуется не два игрока с максимально прокаченным навыком а 3 как видим здесь нет бонусов к получаемой информации it а это значит что в рейтинговый зачет идут очки за выполнение заданий без множителей также хочу уточнить что время раскопок не изменилось копать мы будем в понедельник среду и воскресенье в обновлении версии сообщается что оптимизирована охота за припасами а именно количество ключей вместо того чтобы накапливаться в течение времени теперь всегда равно 10 то есть в день у нас есть 10 попыток раскопать ящики с припасами а это значит что теперь не нужно вставать по будильнику игроки разных временных зон в одинаковом положении выполните задания раскопок в удобное для вас время а в целях it вместо 15 заданий получите припасы в ежедневном поиске теперь лишь 8 и напоминаю вам друзья про небольшую фичу если вы хотите проводить раскопки быстрее то можно не ждать пока ваша собака определит направление дальнейшего поиска или же обнаружат ящик с припасами для этого просто отдалите и приблизьте карту в понедельник я копал синие и зеленые ящики и наполнение в них было похоже а задания среды отличаются зеленых ящиках я получил морковный сок и бактериостатическое удобрение фиолетовой колбе а в синих мне выпадал морковный сок и удобрение из костной муки а теперь давайте посмотрим на магазин чтобы купить товары в логистическом центре нам потребуются не флешки а это мектин на стриме я узнал от игроков разных штатов что им также доступны фрагменты некоторых героев например рокси но в моем магазине я могу купить только универсальные фрагменты мы сравнили магазин первого этапа мега и текущие товары как видим разницы в доступных элементах нет и можно предположить что на втором и третьем этапе будут предложены те же товары например дизайн и снаряжение шефа жетоны для медали и многое другое что так ценится игроками на 2 вкладке магазина it мы сможем потратить полученные монеты славы нам доступны два облика штаба город грибов стоит 200 очков славы и даст нам плюс два с половиной процента к атаке отрядов а второй смогут получить игроки которые в каждом из трех этапов то есть каждый месяц смогут попасть в первые 30 позиции рейтинга славы облик штаба растущая и увеличит атаку отрядов на три процента а также изменит внешний вид не только штаба но и базы героев лабораторий и стен вашего поселения друзья я смог на каждом этапе мега войти в тридцатку рейтинга и получил в награду особый облик и это меня вдохновило бороться за облик центра и надеюсь у меня это получится и вам желаю удачи в этом кроме этого есть две рамки правила получения также не изменились рамка мир грибов будет выдана игрокам которые будут в первой тысячи рейтинг и увеличит оборону отрядов на два с половиной процента грибная пустошь стоит 25 славы и и активировав ее игроки повысят оборону своих отрядов на два процента облик марша грибной гигант на первый взгляд напоминает краба забавный да он сможет повысить скорость передвижения отрядов в марше на 5 процентов а стоит он 60 славы и и самое главное нововведение пришедшие к нам вместе с грибным сезоном после серии тестирования нам вводят новые правила битвы за капитолий теперь битва продлится максимум восемь часов а время беспрерывного удержания для победы сокращено до 4 часов лично мне это по душе пожалуй это все что я хотел вам рассказать про второй сезон глобальных событий для себя я решил что попробую получить новый облик но как сложится моя игра в it я не знаю оставайтесь на канале чтобы следить за развитием событий ставьте лайки и пишите комментарии собирайте правильные грибы берегите себя всем пока